Здравствуйте! В эфире программа в Центре Событий в студии Снежана Журавлёва. Когда и подвига мало, из шести сургутских ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в жилье, новоселье в этом году могут отпраздновать не все. Большой брат следит за тобой. За год полицейские выявили порядка 120 тысяч нарушений ПДД с помощью системы видеоконтроля. Стены помогли. Домашний тур высшей лиги по мини-футболу принес местному факелу лидерство в чемпионате. 13 сургутских семей улучшили свои жилищные условия в 2016 году за счет государства. Речь идет об участниках боевых действий, людях с ограниченными возможностями здоровья и семьях, воспитывающих детей инвалидов. Каждый нуждающийся получил по 759 тысяч рублей. В общей сложности на все субсидии было потрачено без малого 10 миллионов рублей. Это программа, которая финансируется из трех источников. Это федеральные, окружные и местные средства. У нас таких семей больше 500 состоит в очереди. И из них 13 получили такие выплаты в 2016 году. Также в минувшем году улучшили свои жилищные условия и три ветерана Великой Отечественной войны. Отмечу, что два человека решили заменить реальные квадратные метры на единовременную выплату. Она составляет 1 миллион 983 тысячи рублей. Причем потратить деньги можно как на готовое жилье на вторичном рынке, так и вложить их в долевое строительство. Еще один ветеран получил квартиру по договору социального найма. Добавлю, что сегодня в очереди на улучшение жилищных условий стоит шесть ветеранов Великой Отечественной. И по словам чиновников, большинство из них совершенно точно получат свои квартиры в 2017. На четырех мы точно знаем о том, что средства будут. Да, мы их ожидаем где-то в марте месяце. И в марте планируется объявление конкурса, потому что те, которые из четырех, там, по-моему, двое, изъявили желание на получение жилых помещений именно. Поэтому там будет конкурс объявлен для того, чтобы приобрести для них жилые помещения. Три миллиарда рублей – именно такую сумму оплатили жители Югры по счетам за капитальный ремонт. Окружным фондом подведены итоги работы за прошлый год. Собираемость взносов в регионе составила 92%. В аутсайдерах оказались Сургутские, Нижневартовские и Кандинские районы, где уровень платежей не превысил 80%. Всем неплательщикам взносов на капремонт дали возможность закрыть долг в досудебном порядке. Жильцам многоквартирников направили более 11 тысяч претензий на общую сумму в 200 миллионов рублей. 7 тысяч кубических метров коммунальных отходов было вывезено из Сургута в 2016 году. Речь о несанкционированных свалках. На то, чтобы убрать этот мусор из муниципальной казны, потратили без малого 1 миллион 800 тысяч рублей. Напомню, что организовывать несанкционированные свалки нельзя по закону. За это правонарушение, если оно будет доказано, физическому лицу грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Для юридического лица санкции серьезнее – от 100 до 200 тысяч рублей. Вместе с тем, по словам специалистов, органами власти ведется работа не только по ликвидации залежей мусора, но и по применению превентивных мер. «Чаще всего можно выявить и каким-то образом предотвратить это в лесном массиве, где существуют заезды какие-то между деревьями. Их либо пересыпаем, либо искусственно устанавливаем ограждение на въезд для того, чтобы туда не везли. Чаще всего это, конечно, небольшие объемы каких-то частников, кто делает ремонт. Там чаще всего это какой-то строительный мусор, который не вывозят на полигон». По словам специалистов, несмотря на внушительные объемы мусора, число несанкционированных свалок по сравнению с 2015 годом сократилось. Поэтому было принято решение перенаправить высвободившиеся средства на уборку временно ничейных городских территорий. В их число входят пустыри, на которых в будущем появятся социальные объекты, либо просто те участки, которые по воле случая не вошли ни в чью зону ответственности. Аукцион на уборку без хоза будет разыгран уже в марте. Стартовая цена лота без малого – 3,5 миллиона рублей. «Это уже не санкционированные свалки, но территории в городе, которые не охвачены, скажем так, уборкой либо преддомовых, либо внутри микрорайонов, либо не охвачены деятельностью управления лесопарковой хозяйства, которое осуществляет там тоже в том числе санитарную уборку на территории города». Более 70 мероприятий планируется провести в Сургуте в рамках Года экологии. Напомню, 2017-й по распоряжению руководства страны пройдет под эгидой защиты окружающей среды. Сегодня в нашем городе уже разработан перечень тематических конкурсов, соревнований, семинаров, обучающих проектов. Кроме этого, состоятся и традиционные акции, такие как День отказа от автомобилей, общегородской сбор макулатуры, субботники и посадка деревьев. Как отметили в профильном ведомстве, к реализации плана мероприятий будут подключены и другие ведомства муниципалитета. В Югре выбрали лучшие сайты органов власти. В номинации «Среди муниципалитетов», к сожалению, Сургут не стал победителем. Первое место разделили пять территорий – Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтьюганский, Сургутский и Нижневартовский районы. Среди региональных ведомств в пальму первенства завоевали департаменты внутренней политики и госзаказа, природнодзор Югры и служба по делам архива. С этого года специалисты Роспотребнадзора не могут совершать неплановые проверки. Раньше ведомству практически всегда нужно было уведомлять о внезапной инспекции за сутки до ее начала. Теперь и вовсе, чтобы специалисты выехали на место по заявлению о продаже просроченной продукции, например, необходимо сначала попытаться урегулировать вопрос с предпринимателем самостоятельно. Кроме того, активистов общественных движений, которые борются с нарушением административного законодательства, хотят наделить реальными правами муниципальных инспекторов. Предложение связано с регулярными скандалами в разных городах страны, поводом для которых стала деятельность проектов СтопХам, Ревизора, Хрюши против. Дмитрий Круковец продолжит тему. Взаимодействие происходит в рамках 294-го закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении госнадзора. Поэтому по мере выявления продукции, с секшем сроком годности, общественная организация направляет информацию в территориальный отдел по городу Турготу. В окружное управление за год поступило больше 3000 обращений, из них на организацию питания населения 108, на пищевые продукты, которые реализуются с нарушением требований 87. В этих цифрах есть и доля того, что выявили общественники. Если же смотреть со стороны защиты прав потребителей, то, конечно, их деятельность несет определенную пользу в том плане, что той же просрочки становится меньше. Возможно, помогают тем же магазинам, которые не успевают оследить, может быть, недостаточным персоналом, то есть убрать это, выявить эту просрочку. Даже если я не ошибаюсь, например, по-моему, Магнит, у них даже руководство вязало приказ, чтобы оказываться действие. Например, Клюша против этой организации. Ряд экспертов выступил с инициативой наделить общественников такого плана более широкими правами и полномочиями, сделав своего рода муниципальными инспекторами. Но нужен ли этот статус самим волонтерам? На самом деле нет, потому что мы можем отталкиваться только от жалоб покупателей, от жалоб потребителей. Если же мы примем статус какой-то конкретной контролирующей группы, то нам нужны будут более веские основания, то есть отравление людей, причем массовое отравление людей, массовые жалобы людей и что-то подобное. А пока что нам нужны более, точнее, менее веские доводы, дабы устроить проверку в магазине. Нет, потому что есть органы, отвечающие за надзор, так скажем. Мы ими не являемся. Мы все-таки хотим запустить механизм, чтобы Роспотребнадзор работал именно по нашим заявкам и по заявкам граждан. С 1 января изменились некоторые положения закона о защите прав потребителей. До наступления 2017-го процедура была проста. Заявление на просроченный товар или недостоверный ценник можно было написать в тот же Роспотребнадзор сразу же после обнаружения факта нарушения. Хотя и о внеплановой проверке, кстати, почти всегда, ведомство должно было уведомлять предпринимателя за 24 часа. Теперь будет еще интереснее. Поправки защитят бизнес от внезапных инспекций. С 1 января такой порядок меняется и, по сути, люди будут терять недели и терять, соответственно, доказательства, если, увидев просроченный какой-то товар, они вначале должны будут писать в компанию. Только после этого, если у них еще останется желание, обжаловаться и с надзором можно. Другими словами, вводится что-то вроде досудебного порядка урегулирования спорных ситуаций. Без этого контролирующий орган не получит законных оснований выехать на инспекцию. С одной стороны, это должно избавить бизнес в соответствии с поручениями президента России от большого числа проверок, но с другой, в обмен на послабление, государство ожидает повышенной ответственности от бизнеса. Дмитрий Круковец, Вячеслав Шартунов, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. С выше 120 тысяч нарушений удалось зафиксировать в Югре с помощью приборов фото- и видеофиксации. Эти данные за прошлый год публикует окружная ГИБДД. Сейчас на автодорогах региона установлены 230 автоматических комплексов. Ежедневно они выявляют более 600 правонарушений. Благодаря этому в минувшем году полицейские заочно выписали административных штрафов на общую сумму почти 100 миллионов рублей. В Сургуте система «Безопасный город» в прошлом году зафиксировала более 65 тысяч нарушений правил дорожного движения. Сумма наложенных взысканий на водителей превысила 36,5 миллионов рублей. Желающим сдать ЕГЭ нужно поторопиться с заявлением. В окружном департаменте образования и молодежной политики сообщили, что 1 февраля заканчивается прием заполненных бланков от будущих абитуриентов. В листе должен быть указан список предметов, которые предстоит сдать, помимо обязательных русского языка и математики. В заявлении можно указать любое количество предметов, как правило, это те, которые пригодятся при поступлении в ВУЗ. В школах документы принимают централизованно, а вот выпускникам прошлых лет стоит найти места регистрации на сдачу ЕГЭ. После 1 февраля смогут подать заявление лишь те, у кого были уважительные причины, подтвержденные документально. В Сургуте появились ясли для котят. Это новый проект фонда помощи животным потеряшки. Кошкин дом открыл свои двери месяц назад, но волонтеры уже отмечают положительные результаты его работы. В гостях у маленьких потеряшек побывала Юлия Бабенышева. Открыли кошкин дом в рамках уже традиционной акции «Дорога домой». Помещение организовали специально для котят. Малыши находятся в свободном пространстве, с ними можно поиграть, понаблюдать за их поведением. Константин Голов признается, что уже давно хотел завести котенка. Когда узнал про мяу ясли, поспешил выбрать для себя пушистого друга. Назову пушок. Мы сейчас придем домой и как раз таки подумаю, как я его буду приучать, учить, может каким-нибудь, не знаю, трюкам. Ну, только пока что такие планы. Дарья Степкина с сыном Костей пришли в поисках ласкового котенка. Раньше в семье жил породистый кот. Дарья отмечает, что был он с характером, так сказать, высокомерно относился к хозяевам. Хочу просто доброго, ласкового котенка, больше ничего. Хочу, чтобы он ласкался, любил, не кусался. Чтобы был ласковый. Только из-за этих соображений пришли сюда. Обязательное условие для будущих хозяев – наличие паспорта. Все данные заносятся в специальную базу. Здесь котята проходят лечение, если оно требуется. Малышей приучают к лотку и воспитывают. В ветеринарной клинике котятам делают все необходимые прививки. Обязательно чипирование. Здесь волонтеры потеряшек делают все, чтобы малыши, когда-то преданные человеком и оказавшиеся на улице, получили второй шанс на счастливую жизнь. Они очень нежные, они очень такие благодарные котятки. Властятся, играются, то есть им нравится, когда на ручках их подержишь, погладишь их. То есть такие вот, ну как дети маленькие. О том, что проект был задуман и реализован не зря, говорят положительные результаты еще недолгого существования яслей. Из 22 котят 14 нашли любящих хозяев. Сейчас здесь живут 8 малышей. Шесть из них новенькие и пока находятся на этапе карантина. А двое уже готовы мурчать песни своему человеку в благодарность за его заботу. Впрочем, если у вас нет возможности взять малыша к себе домой, вы можете помочь и по-другому. Способов на самом деле много. Можно сюда приходить, нет, требуется волонтерская помощь. Поиграть с котятами, потому что они должны быть обязательно социализированы. Они знать должны, что такое человек, не один человек. Потому что они бывают разные в любом случае. Знать запахи, характеры, чужие руки они должны. Потом, ну, нам требуются часто наполнители, потому что детишка у нас приучена к туалету. Требуется корма. Следующий день открытых дверей волонтеры фонда «Потеряшки» планируют провести в феврале. Впрочем, котенка можно взять в любой день. Предварительно договорившись о встрече по телефону 8-999-511-3587. Кошкин дом находится по адресу улица Мечникова, 13. Юлия Бабенышева, Борис Шибалдов, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Готовим сани летом. В Ханты-Мансийске, который объявлен новогодней столицей России 2017, уже прошло первое заседание Оргкомитета по подготовке соответствующих мероприятий. Чиновники от туризма отметили, что в Югре есть все для создания качественного продукта, так как в нашем регионе сочетаются уникальные историко-культурные и природные ресурсы. Богатая история, нетронутая природа, живая культура обских угров, исторические и архитектурные памятники, натуральные дары природы, а также опыт проведения международных культурных и спортивных мероприятий. Список мероприятий еще до конца не утвержден, но в нем уже есть, кроме традиционных тематических площадок этноспорта и Чумовая улица, гастрономический фестиваль, резиденция елки, соревнования по зимнему спортивному рыболовству, а также фестиваль «Сибирский спа», который включит в себя чемпионат по массажу и банному паренью. Полную концепцию презентуют в Москве уже в этом марте на международной выставке «Интурмаркет». Волейбольный клуб «Газпром Югра» в драматичной борьбе в пяти партиях уступил в гостях новоуренгойскому факелу. Накануне завершился 16-й тур Суперлиги. По ходу встречи ямальцы и сургутяне дважды обменялись выигранными партиями. Решение вопроса о победителе было отложено на короткий пятый сет. Там факел со старта добился двукратного перевеса – 10-5. Наша команда сумела сделать практически невозможное – сравнять счет 12-12. Ключевыми стали эпизоды с участием игрока сборной России Егора Клюки. Спортсмены нового уренгоя одержали победу – 3-2. В следующем туре 28 января «Газпром Югра» примет на своей площадке «Московская Динамо». В Сургуте прошел пятый тур чемпионата высшей лиги по мини-футболу. В течение трех дней были сыграны 9 матчей. В честь нашего города защищали две местные команды – «Факел» и «Нефтяник». Если перед последней командой стояла задача набрать первые очки в сезоне, то «Газовикам» предстояла защита текущей позиции лидера. Волею календаря обе наши команды должны были провести встречи с уфимским «Витязем» и «КПРФ», а также клубом «Калининец» из Екатеринбурга. Мы, конечно, тяжеловато вкатываемся в команды, которые внизу находятся. И нам еще тяжело показывать свой класс, как тот же «Ямал» показывает. Но я говорю, мы на всех соперниках, которые находятся вверху, мы выходим сконцентрированные. Мне это, конечно, радует. Но будем поправлять именно то, чтобы свое исполнительское мастерство мы показывали как раз первым номером, играя против команд, которые находятся внизу. Калининец на тур в «Сургут» не приехал. Команде были засчитаны три поражения со счетом 0-5. В оставшихся матчах «Нефтяник» сыграл в ничью с «Витязем» 2-2 и выиграл у «КПРФ» 4-2. Это позволило воспитанникам спортшколы уйти с последнего места в турнирной таблице. «Сургутский факел» с результатом 5-3 был сильнее «КПРФ». А в заключительной игре тура «Газовики» одолели «Витязь» со счетом 9-3. 20 лет работаю с командами на российском уровне. Я объяснить не могу. Совершенно серьезно объяснить не могу. Не знаю, что, с чем связано. Мы вели целенаправленную подготовку. У нас были достаточно серьезные тренировочные нагрузки, которые должны были сказаться. К этой минуте все. Мы всегда в центре событий. Оставайтесь с нами. До встречи. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Встреча из Ургут. Крупнейшая коллекция страна обезьян. Лемур, мартышки и грунки, а также говорящий ара и какаду. С 27 декабря по 30 января. ТЦ «Богатырь». Магазин «Изумруд» представляет знаменитые уральские самоцветы в изделиях лучших ювелиров Урала. Сияющий бриллиант, благородный изумруд, сапфир, рубин, аметист. Великолепная коллекция мужских украшений на самый взыскательный вкус. Магазин «Изумруд». Улица энтузиастов 6. Пусть удача и везение по гостей зайдут ко всем. И с хорошим настроением остаются нас совсем. Интернет и телевидение в максимальной комплектации. Теперь от 750 рублей в месяц. Подключайтесь. 36 08 08. Одно и двухкомнатные квартиры в современном московском жилом комплексе «Альтаир». Экономия на ЖКУ до 30%, трехуровневый паркинг, детская игровая площадка, автономное горячее водоснабжение. Жилой комплекс «Альтаир» – это выбор современного человека. Телефон отдела продаж в Сургуте 600 190. Один из крупнейших заводов региона по изготовлению металлоконструкций «Макрострой» «Макрострой» предлагает панельные 3D-ограждения, кладочную сетку и металлоконструкции любой сложности. Вся продукция сертифицирована. «Макрострой» поможет существенно сэкономить время и деньги при строительстве объектов. Гарантия на всю продукцию до 50 лет. В магазин «Адам» поступила новая коллекция мужских и женских джинсов. В наличии все размеры. Улица 50 Лет, ВЛКСН, 3, дробь 2, телефон 3763-77. И о погоде на 24 января. Здравствуйте в студии Алина Белявская. Во вторник погоду в Западной Сибири будет определять тыловая часть циклона, куда северные ветры принесут скоротечные заряды снега и более морозные массы воздуха арктического происхождения, но с температурным режимом в соответствующем климатической норме. Ночью в Сургуте окрестностях облачно, временами небольшой снег. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха минус 14, минус 19. Утром также облачно, снег. На столбиках термометров около 17 градусов мороза. Днем по-прежнему облачно, временами снег, метель. Направление ветра юго-западное 5-10 метров в секунду. Температура 12,17 ниже нуля. Пусть праздник будет с вами всегда. Большой выбор подарков тульские и персидские самовары, дистилляторы, дубовые бочки, анкерки, банки для солений, ретро-радиоприемники и подарочные сертификаты ждут вас в магазине «Домашний погребок». Только в январе дистилляторы со скидкой до 40%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм вт. столба. У «Карапузов» все просто. Молочные каши для роста. Цены падают, скидки радуют. Детские сухие молочные каши теперь еще дешевле. Только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всего доброго, будьте здоровы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин